Это первая наша выставка с художниками Одинцовского района. Мы даже не ожидали, что художники Одинцовского района предложат нам выступить с такой инициативой проведения этой выставки. Надо сказать, что первое впечатление, первый взгляд от этой выставки, все-таки профессиональный уровень представленных работ, мне кажется, очень высокий. Сто работ? Да каких? Подобное может позволить себе только сообщество очень сильных, профессиональных и сплоченных единомышленников, коими и выступили 12 членов Одинцовского отделения Союза художников Подмосковья, устроив экспозицию в одном из самых интересных залов Москвы – в выставочном пространстве библиотеки Тимирязевской академии. Шикарная совершенно среда, совершенно удивительные люди здесь работают, как я понял. И удивительное, конечно, место для выставок. Зал большой. Кирпичные стены диктуют свои правила, но работы наших мастеров, что называется, держат данную энергетику. В экспозиции работы молодой талантливой художницы Яны Плющевой. Впечатление от путешествий по миру. Произведение, пронизанное глубинной философской думой о русской земле. Деревни Михаила Ушанова. Вечная библейская тема. Цикл работ Ивана Хохлова. Декоративность, ирония, эмоциональное обобщение – холсты Петра Чиканцева. Легкость и жизнеутверждение в изломе плоскостей заслуженного художника Геннадия Дубровина. Эстетика частного в работах гениального математика Дмитрия Ушанова. Свет, нежность, чистота – акварели Ольги Светличной. Сосредоточенность, недосказанность у Александра Пшеничниковой. Юмор и сказочность в иллюстрациях Ивана Пшеничникова. Настроение и цвет – пастели народного художника Татьяны Васильевой. Свежий взгляд на мир – талантливого вжеописца и графика Екатерины Ушановой. Наконец, скульптурные портреты серии «Русские цари» заслуженного художника Геннадия Александрова. А сегодня у Александра Второго были цветы, потому что в день рождения Тимирязевки мы без него бы не праздновали, так как именно он начертал «Быть посему» и открылось это учебное заведение. Выставка носит философское название «Познай себя». Ее цель – показать зрителю Россию, мир, напомнить. У нас единые корни – великая история и культура, счастье и предназначение человека в любви, в творчестве, в созидании. Без сомнения, любой зритель найдет здесь свою работу, способную вызвать отклик в душе, утешить и вдохновить. Зритель, который будет смотреть работу, будет знать, что он не одинок в этом мире, что в этом мире есть еще один человек, который точно так же думает и точно так же понимает этот мир. Поэтому познай себя, да, узнай себя, какой ты. Выставка вызвала интересы у коллег – московских художников. Я рада, что в городе Одинцово такие замечательные художники. Я и знать не знала, что там такие сильные художники. В общем, мне очень нравятся работы Кати Ушановой, Тани Васильевой. Вот познакомилась я с работами Михаила Ушанова, Петр Чеканцев, ну и вот скульптор Александров. Очень мне понравились работы. Мне вот нравится очень сочетание декоративного начала и интереса к современной жизни. Выставка «Познай себя» продлится до 31 января. Адрес Центральной научной библиотеки имени Железнова. Москва. Лиственничная аллея. Дом 2. Корпус 1. Вход свободный. Ольга Винтер. Телекомпания Одинцова. Дом 2. Корпус 1. Корпус 1. Корпус 1. Корпус 2. 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 Корп